Мне отец в свое время сказал давным-давно, не переживай, чужая грязь не пристанет. Главное, свою грязь не формируй. Вот я этим принципом руководствуюсь в жизни. Чужая грязь не пристанет. Ну, своей, ну, Бог нам всем судья. Обычно закрытый и неразговорчивый Рашид Нурулин сегодня дал волю словам и чувствам, еще до вынесения приговора. Признался, накипело. Фраза «Бог всем судья» относилась прежде всего к теперь уже бывшим коллегам экс-главы главного инвестиционно-строительного управления Татарстана. Пять лет назад на подготовке к универсиаде, по его же словам, он был уверен, работает с командой. На благо республики оказалось не работал, а незаконно зарабатывал, причем один. В ходе судебных разбирательств коллеги рассказывали, о деятельности своего начальника ничего не знали, в подробности подготовки к важнейшему мероприятию не вдавались. Спустя пять лет, а прошло именно столько, да, все события, они по-другому немножко трактуются сейчас. Вот в тот момент, кто работал, те понимают, для чего делалось, как делалось и какие были результаты. Результаты работы значительные, с этим не поспоришь. Стоит лишь взглянуть на укрепленные берега озера Средний Кабан и реки Казанки и возведенные на них впоследствии объекты универсиады. Между тем, следствие инкриминировало Рашиду Нурулину переплату более чем в 200 миллионов рублей за берегу укрепительной работы. В ноябре прошлого года прокуратура запросила для ЭКС ГИСУ условный срок в три года. За превышение полномочий сегодня суд вынес свой вердикт. Суд приговорил к президенту Нурулину Рашид Валидовичу в доме совершения преступления в персональной части 1-й статье 286-й, что УКРФ назначил наказание в виде одного года лишения свободы. В соответствии с законом приговор стал условным и, можно сказать, аннулировался. В связи со стечением срока давности Рашид Нурулин был освобожден от уголовной ответственности в зале суда. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Маленькими, хорошими комментариями, плохими комментариями. Все равно всем, кому было не безразлично.